Новости столицы в эфире. С вами Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте. Все заметные события Махачкалинской недели смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. Праздник в поддержку российской армии столицы республики отметила 165-летие со дня придания статуса города Махачкале в измененном формате. Тысячи верующих на центральной площади Махачкалы. Все подробности масштабного маджлиса расскажем сегодня в выпуске. Производить лечебный газ теперь будут и в Дагестане, в поселке Ленинкен. Торжественно открыли завод по производству медицинского кислорода. Все для поддержки солдат. Мэр города собрал посылки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В минувшее воскресенье столица республики широко отметила 165-летие со дня придания статуса города Махачкале. На центральной площади прошел праздничный концерт. Несмотря на незначительные изменения в графике мероприятий, посмотреть торжества по случаю юбилея пришли тысячи горожан и гостей столицы. Подробности в сюжете. В свете последних событий концерт прошел в поддержку защитников страны, участвующих в специальной военной операции. В приветственной речи мэр города Салман Дадаев отметил, что никакие провокации не повлияют на решимость и волю к победе. Мэр вспомнил, что и в годы Великой Отечественной войны лучшие артисты Советского Союза выступали в поддержку солдат. Сегодня пытались провести кучку лиц под давлением каких-то динструктивных, антигосударственных сил повлиять на наше решение провести концерт. Но я сказал, культуру надо любить и историю надо знать. И в годы Великой Отечественной войны лучшие артисты Советского Союза давали концерты на передовой. Забравшись в кузов полуторки, Лидия Русланова исполняла валенки, после которого войска шли в бой и не оставляли никакого шанса врагу. И сегодняшний наш концерт направлен в поддержку тех наших ребят, которые выполняют задачу, поставленную президентом в специальной военной операции. И тех ребят, которые к ним присоединимся, настанет необходимость, и мы к ним присоединимся, но не дадим повлиять на нашу решимость и волю к победе. Поздравил махачкалинцев и председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он еще раз призвал дагестанцев быть верными, чести и долгу. Дагестанцев достойно принимают участие в специальной военной операции. Уважаемые друзья, вы знаете, что именно наши земляки одними из первых стали героями России. Уважаемые дагестанцы, наши предки не простят, если мы сегодня не защитим нашу страну от нацистов и западных тиранов. Мы как никогда должны быть рядом друг с другом, рядом с нашим главой республики и рядом с нашим верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путином. Нас никогда не сломали пухом и сегодня не дадим им сломать нас. За нашего президента, за нашу великую Россию, за наших братьев, которые воюют на Украине. Будьте готовы ко всему, дорогие земляки. Мы живем один раз и эту жизнь мы должны прожить, как настоящие мужчины, как научили нас наши предки. С днем города, уважаемые махачкалинцы! Юные воспитанники школ искусств города трогательно поблагодарили военнослужащих, участников специальной военной операции, вручив им букеты цветов. Несмотря на попытку мелких провокаций, праздник удался. Люди, пришедшие в этот день на центральную площадь Махачкалы, получили массу положительных эмоций. Благо, организаторы постарались на славу. Концертные номера, выступления популярных звезд эстрады Северного Кавказа скрасили 165-летний юбилей Махачкалы. На центральной площади Махачкалы прошел республиканский маджлиз, который собрал десятки тысяч верующих со всей республики и гостей из других регионов. Выступления ученых-богословов, нашиды, видеоролики, сценки. Программа мероприятий была яркой, насыщенной, а цель – сохранение мира и сплоченности дагестанского народа. Хамзанур Магомедов расскажет подробнее. Тысячи ярких фонарей светили на площади Махачкалы. Встречаем месяц рождения пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. В центре Махачкалы подобные мероприятия проходят впервые. Главная цель – вознесение всеобщей молитвы за благополучий мир на родной земле. Вечер-два постила более десяти тысяч человек. Среди них и гости республики из разных регионов. Нахожусь в восторге под большим впечатлением от увиденного, от всего происходящего. Меня больше всего поразило это единение, дух, который царил во время этого мероприятия. Как он всех сплотил, мусульман. И как много хорошего и доброго я услышала. И для себя что-то, конечно, тоже обязательно переняла. Перед собравшимися выступили известные ученые-богословы. Лучшие исполнители Нашидов представили свои произведения. Помимо этого мероприятия украсили видеоролики и поучительные сценки. На самом деле мероприятие прошло великолепно. Сам тот факт, что столько человек на площади говорили амин, вторили амин словам молитвы, обращения к Всевышнему, столь важное для нашей страны время. И когда мы просили мира над головой, мира для всей нашей страны. И на самом деле много стоит, я до сих пор нахожусь под впечатлением этого. Очень хочу поблагодарить организаторов. Было все на высшем уровне. Сделали дуа, послушали молитв, прочитали. Дай Аллах, чтобы наши дуа, наши деяния, Аллах принял, чтобы был мир во всем мире. На территории площади всех угощали бесплатным кофе. А госсекретарь республики Магомед Саутан Магомедов профинансировал раздачу подарочных пакетов всем участникам маджелеса. Спасибо, много людей здесь бывают. Маша Аллах, Маша Аллах, все хорошо, дай Аллах. Я с работы ушел, чтобы присутствовать здесь. Не ожидал, что столько людей придет. Честно, думал, даже по времени не будет. Маша Аллах, собрались. Энергия такая была позитивная. Когда нашиды были, когда какие-то лекции были и так далее, просто чувствовалась теплота. Очень большие эмоции, очень понравилось. Особенно вот эти, которые имамы, эти муфтият, которые говорили, помощники. Очень даже понравилось. Эмоции очень большие. Организатором вечера Дуа выступил муфтия Дагестана при поддержке главы республики. Акция призвана в первую очередь сплотить дагестанский народ, укрепить их братство и единство в тяжелое время. Хамза Нурмагомедов, Нурмагемед Магомедов, Дауду Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Свечи, цветы и мягкие игрушки. В Махачкале почтили память погибших в Ижевске детей и взрослых. Акция была инициирована Салманом Дадаевым. У скульптуры дети, депутаты, общественники и школьники выразили соболезнования всем, кто потерял родных и близких в ходе вооруженного нападения в школе номер 88 города Ижевска. Мэр Махачкалы в свою очередь пообещал, что со своей стороны приложит все усилия для обеспечения безопасности детей столичных школ. Ищадие ада забрало у нас, у родителей самое ценное, что может быть, детей. Дети пострадали. И те, чьи жизни он забрал, и те ребята, которые подверглись психологическому шоку от этого, не понимаю, на самом деле, не могу даже приблизиться к той скорби, которую испытывают родители, наши коллеги по Ижевску. Но мы солидарны с Ижевском, с Ульмуртией в этом горе и не могли остаться в стороне. Буквально вчера, по моей просьбе, городские депутаты встречались с министром образования. Мы давно эту работу с Минобразованием, Минфином ведем. После этого, я думаю, однозначно будет принято решение о дополнительном усилении всех, не только махачкалинских, но и дагестанских школ. В поселке Ленинкент торжественно открыли завод по производству медицинского кислорода. Инвестпроект был реализован в очень короткие сроки. Полная загрузка мощности позволит производить более полутора тысяч тонн кислорода в год. Наличие в регионе такого предприятия актуально не только в связи с пандемией коронавируса. Для чего еще может пригодиться лечебный газ, узнавала Патимат Ханапова. Это самое сердце предприятия. Сеть труб напоминает кровеносную систему. Именно по ним и будет циркулировать жизненно необходимый кислород. Открытие такого завода – большое событие для Дагестана. Это первое специализированное по этой части предприятие в республике. Мы находимся в помещении раскачки из жидкого кислорода в газообразное состояние. Переходит газ и на этой рамке они закачиваются в эти баллоны, которые позади меня вы можете видеть. Нехватку медицинского кислорода дагестанские медики остро ощутили в период пандемии. В пик заболеваемости коронавирусом лечебный газ приходилось завозить буквально из всех доступных источников России и за рубежом. Чтобы уйти от такой зависимости, было принято решение построить свое производство. Теперь путь от места изготовления до места лечения сократится в разы. Мы с Татьяной нас сильно знаем и, наверное, только главврачи знают, в какой ситуации находились махачкалинские больницы, я думаю, больницы других районов Тагестана, когда из Волгограда машина или не выехала, или отпуск не произведен, и когда главврачи и дежурные смены должны были принимать решение, кому подавать кислород, кому не подавать кислород. Это тяжеленные, на самом деле, минуты были. И от всех жителей Махачкалы хочу сегодня еще раз сказать слова благодарности за такую заботу в тяжелые минуты. Ну и самое главное, медицинский кислород актуален не только в период пандемии. Он необходим в рамках плановой медицинской помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также в реанимации. Используют его и предприятия народного хозяйства, в частности, комплексы по выращиванию рыб. Много обсуждалось вопросов, будет ли он востребован, скажем так, в бесковидный период. Да, у нас есть пациенты, которые всегда нуждаются в медицинском кислороде. Но у нас есть рядом и субъекты, которым мы тоже будем готовы помочь. Поставки кислорода. И поставка кислорода с нашего субъекта будет значительно ближе. То есть мы не прогадали в том, что мы действительно построили этот завод у себя. Мы стали первыми. В сутки линия сможет выпустить до пяти тонн кислорода. Этот объем может полностью закрыть потребности республиканских больниц. Общий бюджет проект составил более 120 миллионов рублей. Батимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Салман Дадаев отправил гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Городоначальник подчеркнул, что помощь защитникам Отечества – это долг каждого дагестанца и предложил желающим присоединиться к акции. «Наступают холодные времена там уже, и надо позаботиться о том, что наши ребята были в тепле, чтобы они ничего не нуждались. Поэтому мы направляем туда и дизельные генераторы, и амундирование утепленные, и теплые вещи. Ребята пишут оттуда, что иногда после нарушения ресурсоснабжения необходимо умывать свечи. Случается такое, что, несмотря на то, что армия полностью обеспечивает всем необходимым, обувь приходит неугодность и ломается какое-то оборудование. Поэтому мы посчитали необходимым вместе с предпринимательским сообществом города Махачкалы поддержать наших ребят и направить для них ту помощь, которую они у нас запросили. Это ботинки-берцы очень хорошего качества, дизельные генераторы, свечи. Очень востребовано оказались средства индивидуальной гигиены. Друзья, думаю, что будет правильным, если и вы присоединитесь, и каждый по мере возможности направит нашим ребятам посильную помощь». Тем временем в военные комиссариаты Махачкалы прибывают добровольцы для участия в частичной мобилизации. Один из таких, Эльдар Гусейнов, принял твердое решение встать в ряды вооруженных сил России. Дома Эльдара ждут мать, супруга и дети. «Меня подвигло пойти добровольцам то, что я как бы из тех времен, когда при Советском Союзе еще воспитывали на патриотизме, проходили НВП в школах. И то, что в любом случае, чтобы там не было какие-то мнения, как на сегодня, допустим, либеральные вот эти последние события и так далее. Я как бы на это не смотрю, у меня своя голова на плечах, я решил отдать дополнительный, хотя я уже служил и еще раз решил поехать отдать долг Родине, когда она потребовала. Молодым или те, кто мобилизовываются, кто уже ослужили, опять поедут. Не стоит бояться, у меня, допустим, много знакомых, друзей, товарищей, которые поехали, которые тоже уже вот-вот поедут тоже. Ни у кого никакого сомнения, боязни, ничего нет. Набор, чем у нас больше, тем у нас лучше. Салман Дадаев проводил морских пехотинцев. Мэр Махачкалы вместе с коллегами и родными дал напутствие дагестанцам, вошедшим в состав элитного полка морской пехоты Каспийской флотилии. Военнослужащие отправляются на прохождение подготовки в полигоны, расположенные на территории Северного Кавказа. Сегодня и вам выпала честь состава 1-го батальона отправиться к тем ребятам, которые уже воюют, как и когда-то воевали наши добровольцы. Чем больше у вас там будет, тем легче вам всем будет выполнять задачи, поставленные президентом. Я вам желаю крепости духа, уверенности в себе, быть достойным памяти наших великих бектов, которые отвоевали уже один из победы у нацизма. И от всей души желаю вам покровительства Всевышнего. Вы сегодня вступаете в ряды вооруженных сил Российской Федерации в составе одного из самых элитных подразделений вооруженных сил Российской Федерации морской пехоты Каспийской флотилии, краснозаменной Каспийской флотилии. Я вас поздравляю с этим. Желаю, чтобы вы как можно быстрее адаптировались к военной службе и стали настоящими морскими пехотинцами. Желаю, чтобы вы не оказались в ситуациях, связанных с боевыми действиями. Но находиться на этих территориях, защищать эти территории, конечно, если придется, вы это исполните. В Махачкале привели в порядок памятник Сулейману Стальскому. Председатель собрания депутатов Кировского района Эльмира Абиева поддержала инициативу депутата Тимура Алиева. На бульваре имени Стальского депутаты Кировского района вычистили памятник народному поэту, постаменты, прилегающую к нему территорию. Активисты отметили, что в планах привести в порядок все памятники столицы. Я считаю, что памятники – это часть нашей культуры, это наша история, молодежь должна знать историю. И я считаю, что такие мероприятия, они прививают нашей молодежи, нашему подрастающему поколению чувство патриотизма, любви к своей родине, любви к своей истории. Это все, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до следующей встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!